В час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. На Болткоме есть программа, в которой мы вместе с Константином Рангсом постоянно говорим о том, климат-контроль называется она, о том будущем Латвии, ну и всего мира, каким оно будет. И все время говорим о том, что приходится делать нелегкий выбор между зеленой энергией и все-таки стоимостью этой энергии. И вот найти эту золотую середину, насколько люди готовы платить больше, поступиться какими-то, может быть, своими удобствами для этого, опять-таки, вот не всегда удается достичь компромисса, но вот мы следим за тем, что происходит. И насколько зелеными мы готовы стать, насколько какие-то новые технологии могут прийти к нам на помощь. Обо всем об этом мы сейчас поговорим с исполнительным директором кластера экологически чистых технологий Клинтек Латвия с Эвией Пуданэ. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот, может быть, не могли бы Вы рассказать немножко о регенерационных электростанциях, что это такое, и каким образом они могут использоваться в городской среде, на примере нашего города? Ну, если мы говорим о регенерационных станциях, то мы на сегодняшний день, конечно, говорим о тех отходах, которые в нашей жизни уже не имеют ценности, мы не умеем их по-другому перерабатывать. И в таком случае, особенно это ярко выражено в городской среде, этот мусор попадает либо на полигоны и захороняется в полигонах, скажем так, мы делаем какие-то большие могилы для наших следующих поколений, либо мы делаем регенерацию. В этом случае при контролированных высоких температурах мусор сжигается, и в итоге мы получаем два ресурса, мы получаем тепло и электроэнергии. И, скажем так, что городской среде, это, наверное, в большинстве больших городов, это самое оптимальное решение, чтобы эффективно управлять мусором и решить этот вопрос, и захоронять уже в природе минимальное количество отходов. Ну вот последние, сколько там, 10, наверное, 15 лет довольно успешно действует полигон в Гетлине, в котором и помидоры растут, и что-то там у них еще растет, и животные пасутся, и электроэнергию они вырабатывают. На ваш взгляд, почему Гетлине до сих пор является единственным таким позитивным примером в стране? Мусора у нас хватает. Ну, я не думаю, что Гетлине является единственным. Поправьте меня тогда, кто еще? Ну, у нас есть региональные мусорные заводы, это также ВИДЗМ, компания ЗАО прекрасно управляет своими отходами. Это, конечно, по размеру меньше полигона, и у него, конечно, и возможности, соответственно. Чуть ниже по внедрению технологий, так как у них будет ниже экономический возврат. Но в тот же момент существуют хорошие полигоны. Да, мы в стране уходим, уменьшаем количество полигонов, но это больше вызвано тем, что у нас количество населения снижается, и уже неэффективно управлять столь многими полигонами. Но рижский, он, конечно, имеет преимущество в том, что половина жителей нашей страны живут в Риге и в Рижском регионе. А какие-то другие решения возможны у нас? Ну, взять, например, Копенгаген, где лыжная трасса поверх мусорной горки, и, я так понимаю, ты катаешься на лыжах и вырабатываешь при этом энергию или что-то в этом роде там происходит. Ну, какой-то космос вообще. Ну, какой-то симбиоз одного с другим. Да, ну, в первую очередь, мы на данный момент, когда беседуем по поводу таких заводов регенерации отходов, мы говорим о том, что они должны быть интегрированы в нашу городскую среду, и они должны быть связаны с населением, которое живет в этом городе, в этой среде. Копенгаген – это хороший пример того, как людей приглашают посмотреть, что этот завод безопасный, что в территории его можно находиться. Но мы на данный момент беседуем тоже по Латвии. Мы как раз вчера провели одну дискуссию с архитекторами и с планировщиками с целью поговорить о том, как же это может быть интегрировано, как это сделано в других городах. Один пример – это Попенгаген, другой пример – это Вена, либо Париж, где именно вот эти мусорорегенерирующие станции находятся в центре города. Они интегрированы, в них либо есть зеленые территории, либо открытые площадки, либо бассейны, либо лыжный курорт. То есть вариантов очень много, что можно делать. Но главное, к нашему взгляду, главное – это привлечь население, чтобы оно тоже участвовало в этом процессе, чтобы оно не считало, что мусор – это не наша проблема. Мусор – это проблема государства, мы только его создаем, а как его убирают и куда его убирают, это уже на нас не относится, нас это не интересует. О, нас это очень интересует. Нас это очень интересует и не интересовать не может, учитывая, что с июля конкретно в Риге и не только в Риге вырастут расценки на вывоз мусора, особенно несортированного и так далее. Вот, наверное, сортировка мусора – она ключевое понятие слова здесь. И доступность контейнеров к этой сортировке. Сортировка – дело хорошее. Где контейнеры в необходимом количестве? Я иду несколько кварталов просто до одного торгового центра, просто где можно выбросить, а ближе нет ничего. Ты сознательный, а ближе негде. Вот я поэтому спрашиваю, что призыв к сортировке – это хорошо и правильно. Где в необходимом количестве контейнеры? Ну, на этот вопрос я, наверное, вам не смогу ответить, потому что у меня как раз у дома рядом они стоят. Это очевидно. Вопросы отдельных районов, отдельных кварталов, которых, наверное, нам надо решать и надо беседовать. В этом случае обращаться к компании, которая должна обслуживать и просить дополнительных контейнеров выделить и просто создать среду, где их можно поставить, чтобы они не катались по двору и в ветреной погоде не причиняли какой-нибудь ущерб по соседству находящимся имуществам. Но я думаю, что на данный момент мы все-таки идем очень стремительно, потому что мусор будем сортировать. Но, наверное, для нас тоже вызов в том, что не сильно много мусора на данный момент в Латвии перерабатывается. Еще потенциально с технологической точки зрения есть возможности переработки больше мусора, более разных типов мусора. Но в тот же момент надо всегда понять, что мы всегда говорим, если бизнес ничего не построил, значит, пока там нет экономики. И в таких случаях либо государство софинансирует и помогает такие переработки создавать, либо это вот как на данный момент все попадает на Гетлине, на полигон. И то, что хочется отметить, вот на данный момент в Гетлине построены туннели для того, чтобы перерабатывать биологический мусор. Да, и, соответственно, на полигон уже не хранятся биологические мусоры. Биологический мусор попадает в туннели, и из этих туннелей тоже получается биогаз, тоже его сжигает, тоже получает лишнее тепло и продолжает поэтому работать и теплицы, как и работали раньше, и до сих пор получаем определенное количество электроэнергии. Возвращаясь к бизнесу, к экономике, упомянутой вами, и вот в всех этих Парижах и прочих городах, где показывают, что в мусоре нет ничего страшного, что свалка полигона могла быть чуть ли не в центре города, что происходит в этих районах со стоимостью недвижимости? С одной стороны, да, красота и волшебство, и посмотрите, как здорово, не пахнет, но с другой стороны, психологическое восприятие, которое может отставать от картинки, радуются ли соседи вот этих вот полигонов? Ну, часть этих заводов изначально не находились в центре, они постепенно обросли городом вокруг, и на данный момент из того, что мне известно, я не могу сказать, что падает ценность недвижимости, я думаю, что она скорее растет, но если мы смотрим, к примеру, венский завод, то он изначально был, скажем так, очень простым бетонным зданием, некрасивым, абсолютно некрасивым, к тому же он пострадал при пожаре, и потом было выделено отдельное средство, и один художник это здание перерисовал, он его покрасил, оно стало таким увлекательным элементом города, и на данный момент его приезжает посмотреть население, им это становится интересно посмотреть, как же оно выглядит в жизни, оно стало определенной такой визитной карточкой города, и если мы говорим по поводу безопасности, по поводу выбросов, которые всегда всех пугают, то современный мир уже давно, и особенно Европа, пользуется фильтрами для очистки дымовых газов, и это уже такое требование, которое не вызывает вопросов, опасные дымовые газы, опасные выбросы, которые попадают еще там на легкий пепел, который вылетает, он весь собирается, и его отдельно потом либо депонирует, либо перерабатывает дальше в определенные продукты, которых можно это все использовать. То есть здесь надо понять, что Европа очень хорошо развивается с точки зрения технологий, новых технологий, и если мы смотрим по поводу сжигательных заводов, то тоже пепел уже, если года пять назад это не было много решений, что делать с пепелом, то на данный момент уже есть количество разных подходов, что можно делать с пепелом, как можно пепел использовать в дальнейшем, где его можно применять, в строительстве, в строительстве дорог, либо в каких-то монолитных блоках, то есть учитывая даже высокие требования Евросоюза, которые у нас имеются, мы находим решение, как это можно применять дальше. Эвия Пуден, исполнительный директор кластера экологически чистых технологий, Клинтек Латвия. А вот мне кажется, что все-таки очень многое зависит от сознательности людей, тот самый пресловутый человеческий фактор, вот какие могут быть стимулы, вот морковка для людей, для того, чтобы заниматься, вот не знаю, как я, вот разделять дома мусор, хранить его долго, ну несколько дней в особом пакете, чтобы, когда будет время, дойти через несколько кварталов до несчастного этого бака, ну вот этого мусорника специализированного. Вот чем стимулировать людей? Ну, я думаю, что здесь есть очень много элементов, которых надо применять. Если мы хотим, чтобы люди сортировали, то, наверное, самый эффективный мотиватор это все же таки стоимость сбора мусора. И стоимость сбора мусора всегда должна быть в разы дешевле для мусора, который сортирован, который имеет уже дальнейшие ценности для использования. И также я думаю, что здесь все же таки должна провестись также отдельная работа с населением о том, чтобы объяснить, ну, почему это надо делать. объяснить, где ценность этого исходного материала, когда он отсортирован, когда картон сухой, а не мокрый, когда банки или стекло не скинули вместе с бумагой и не испортили бумагу таким образом. То есть это такая образовательная часть обучать населению. Ну и тут же на данный момент я думаю, что в Латвии все-таки надо чуть-чуть доработать. А вопрос по поводу того, как мы этот мусор можем сортировать. Мне нравится опыт Норвегии, Дании, где, например, для биологического мусора есть специальные пакеты, которые, когда попадают на линию сортировочную, распознаются и забираются, и там только биология. То есть вы выкидываете все биологические отходы в один небольшой кулечек, вы не бегаете из какой-то канистры, как на данный момент я вижу, что некоторые забегают и выливают это. Но это чуть отвратительно, и я думаю, что запахи вокруг тоже очень резкие. Такие решения в специально маркированных пакетах сдать биологию и сдавать другой мусор, это тоже вопрос. Ну и то, что на данный момент у нас нет никакой штрафной политики, так я бы сказала. У нас население все штуки до сих пор имеет такое постсоветские отношения, и если не штрафовали, значит, можно и не делать. Ну вот здесь, наверное, ментально мы еще не доросли, поэтому нам надо применять те методы, которые наше население понимает. Мы неоднократно в нашем эфире обсуждали вопросы, в том числе, сортировки мусора, и, как правило, моментально начинаются и звонки, и реплики в письменном виде, в чатах где-то нам пишут, что все хорошо, все красиво, все правильно, мы готовы, но мы не верим, что потом где-то за углом, условно, приезжает одна машина, в которую все равно из разных баков скидываются в один контейнер. Я сортировал условно неделю-две, ночей не спал, мокрый картон от сухого, а потом все равно приезжает машина и все это перемешивается, нет никакого смысла. А как вы видите методы борьбы с подобным восприятием? Ну да, это тоже один из мифов, который очень активно культивируется. Нельзя сказать, простите, перебью, нельзя сказать, что это миф, человек звонит и говорит на моих глазах. Я согласна, я с вами согласна, но это могу и объяснить, то, что я знаю с моего опыта, иногда это происходит, потому что мусор оказывается не полностью отсортирован, и когда оценивается материал, который видно в контейнере, видно, что этот контейнер придется еще раз пересортировать. И если мы говорим про Ригу, например, то в Риге сбором мусора занимается Клейнера у них есть отдельный сортировочный завод, где опять вручную эта бумага отделяется от пластмассы, от стекла и других материалов, если получается, что, например, в контейнере бумаги видно, что есть еще дополнительно тот мусор, который не соотносится к той группе, которая была учитана в этом контейнере. То есть все происходит ровно наоборот, да? Приезжает оператор, ну, ребята на этой машине, они оценивают и принимают решение все сваливать, потому что нет смысла сортировать. Ну, потому что кто-то пришел и закинул там еще один мусорный ящик, какой-то другой мусор. Вы знаете, что это неизбежно. Десять человек может сделать работу правильно, но один может прийти и все загадить. Слушатель выдвигает такую, значит, ноу-хау, говорит, а почему бы не привлечь бомжей к сортировке мусора, которые все равно роются в мусорных баках, провести социальную кампанию и каким-то образом их стимулировать. То есть целая армия сортировщиков мусором в принципе потенциальных. Они уже и собирают все ценное и убирают. Ну да, но если они еще получат какие-то получат какие-то может быть денежку небольшую за то, что они проведут еще сортировку стекло там от картона. Ну, такая просто реперка слушателя. Рационализаторское предложение, назовем это так, но с другой стороны, хватает ли рук, которые сортируют мусор, потому что обычно мы говорим о количестве баков, о сознательности, о ментальной предрасположенности, готовности, неготовности, а реально люди, которые стоят, как это вообще происходит? Идет лента и туда-сюда мусор биологически не биологически выкидывается, да? Ну, в основном, если мы смотрим про отсортированный мусор, то там только уже по фракциям разопределяется бумага, банки эти уже автоматически отбираются, металлические, ну, там, например, бумага, это пластик, чтобы раздельно дальше это пошло уже на переработку. Это, да, вручную и пока пока в Латвии, наверное, это достаточно эффективно. Если мы сравнили с Гетлини, где идет полная сортировка мусора, там, конечно, чуть более детальный процесс, но если мы говорим про отсортированный, то это уже такой чистый и довольно, скажем так, чистый процесс. Нет там биологии, нет там вони особенной, то есть это уже такой бумага, пластики, бутылки, оно не сильно-то воняет. Какой процент примерно дают энергии регенерационные станции, то есть, ну, вообще-то просто для красивого примера или это действительно какой-то вклад в энергетику страны? Ну, это с точки зрения энергетики это небольшой вклад, но все равно это вклад, потому что мы говорим о замене в таком моменте замене газа, который используется при сжигании и получении энергии. Мы говорим о паре процентов, если я не ошибаюсь, это 3-4 процента, это немного, но с другой стороны это больше, чем ничего, если мы смотрим с точки зрения государственного уровня. Если мы смотрим теплоэнергии, то, например, если объект строится на правом берегу Даугава, то оно может обеспечить 25 процентов снижение использования природного газа для обеспечения теплоснабжения в городе. Поэтому я думаю, что с точки зрения теплоснабжения это достаточно существенный процесс. Если мы говорим по поводу общей электроэнергии, это небольшой, но если мы смотрим того, что мы делаем пошагово разные проекты, то такой определенной независимости по энергетике мы можем достигнуть. И снизить тарифы, что сверхактуально. Ну, вы понимаете, что тарифы уже у нас поскочили уже настолько, что уже хотелось бы хотя бы остановить их. Давайте просто остановим, будем реалистами. Я готов на все, что угодно сортировать, вывозить, лишь бы платить как можно меньше за все за это. Вообще у нас сегодня красивый эфир получился. Полчаса назад мы призывали бросай курить, вставай на лыжи, будешь меньше платить за врачей. Сейчас про сознательность, про мусор, про электроэнергию, все эти регенерационные станции. Красиво получилось, все один к одному. Эвиа Пуден, исполнительный директор кластера экологически чистых технологий Клинтиох Латвия была с нами на связи. Большое спасибо за вот эти разъяснения, ценные и интересные. Хорошего вам солнечного летнего дня. Спасибо. Все доброго. Спасибо. До свидания. Слушайте Радио Болтком.